Здравствуйте! В эфире воскресная программа «Итоги недели» и я и ведущий Амир Кедрасов. В России участились случаи взрывов бытового газа в жилых домах. За последние две недели трагические случаи произошли в Тюменской, Рязанской и Ивановской областях. В связи с этим 17 ноября в здании администрации городского округа прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации через случайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Детали расскажем в первом нашем материале. В повестке дня два вопроса. Обеспечение безопасности объектов газового узла на территории городского округа. Это газорегуляторное, газораспределительное, внутридомовое и внутриквартирное оборудование. А также о проведении организационных технических мероприятий по пропаганде безопасного пользования газом. В здании администрации присутствовали руководители. Председательство, заместитель главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров. По первому вопросу докладывал начальник отдела надзорной деятельности Николай Иванов. Провести совещание с руководительной компанией, которая обслужит газорегуляторные пункты, внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, на котором рассмотреть вопрос о проведении комплексных проверок внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В первую очередь на социально значимых объектах, а также в местах проживания многодетных семей, одиноких престарелых и социально-былочных граждан. Эксперты утверждают, что большинство взрывов газа в жилых домах происходит по вине граждан. Они не соблюдают правила эксплуатации газового оборудования. Практически каждый второй взрыв связан не со стационарным оборудованием, а с переносным, например, с газовой плиткой или баллоном. У такого оборудования тоже есть свои правила безопасной эксплуатации, но чаще всего собственники их игнорируют. Результатом незнания и пренебрежения правилами и нормами становятся плачевные последствия. На заседание запланировали проведение организационно-технических мероприятий по пропаганде безопасного пользования газом. По этому вопросу выступил главный инженер филиала «Газпром» газораспределения Ренат Фаршатов. Вообще у нас просроченных домов, где внутридомовые газовые оборудования, в том плане, что стоящие газопроводы, фасадные газопроводы, с истекшим сроком эксплуатации, это 258 домов. На заседании были обозначены сроки проведения проверок всех многоквартирных домов с отоплением и проточными водонагревателями. А также дано поручение обновить реестр домов, в которых внутренние газопроводы общего пользования эксплуатируются после окончания нормативного срока и не прошли техническое диагностирование. Константин Меркуша, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Как живут студенты в общежитиях? Ответ на этот вопрос искала наша съемочная группа совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних. Рейд прошелся по общежитиям Кумертауского педагогического колледжа, филиала УГАТУ и многопрофильного профессионального колледжа в селе Маячный. В общежитии Кумертауского педагогического колледжа проживает 106 студентов. Вход в здание только по предъявлению пропуска. И это несмотря на то, что охранники знают всех в лицо. Порядок есть порядок. Родственники или преподаватели также заходят по специальному разрешению. То, что происходит на этажах, вахтер может отслеживать, не покидая поста. Общежитие оборудовано системой видеонаблюдения. Как живут студенты, воочию увидели члены комиссии по делам несовершеннолетних в ходе специального рейда. Конечно, половина жильцов уже совершеннолетние. Тем не менее, правила для всех одни. С ними студенты знакомятся уже при заселении. Проверяющие осмотрели комнаты. В них проживают по 2-3 человека. Жильцы постарались сделать по возможности ремонт, обустроили свои комнаты. В общей кухне также порядок. Имеется и общебытовая комната, где есть холодильник, утек, гладильная доска, письменные столы. Ключи находятся у старост. Впрочем, они же следят за порядком. Мои обязанности, как бы, ходят следить за этажом, за порядком, за дисциплиной. Ну, вечером, 10 часов вечером на собрании. Я проверяю, сели на этаже, за дежурством также. А условия хорошие, все предоставлено, все хорошо. Об ответственности за те или иные возможные нарушения им напоминает и информация на стендах. Здесь же имеется инструкция по действиям при чрезвычайных ситуациях, телефоны доверия. На отдельных стендах график дежурств, список жильцов, поздравления и объявления. Предно удивило проверяющих и состояние комнат юношей. В каждой комнате, куда заглядывали инспекторы, было чисто, аккуратно и уютно. Не поступило жалоб и со стороны студентов. В комнатах тепло, все необходимое есть, говорят они. На данный момент грубых нарушений в общежитиях у нас нет. Мы давали рекомендации, давали детям рекомендации, как себя вести в общежитии, не нарушать комендантский час, помогать воспитателям, помогать учителям, преподавателям профессиональных образовательных учреждений в именно содержании общежитий. Сопровождали проверяющих, заместитель директора учебного заведения, воспитатели. По их словам, преподаватели также в течение года проводят плановые и внеплановые проверки. Уделяется внимание и организации культурно-массовых мероприятий. Следующим пунктом посещения стало общежитие филиала УГАТУ по улице Комсомольской, 37. Здание приобретено в этом учебном году, поэтому студенты пока обживаются, обустраивают свой быт. Для их удобства имеются общие кухни, гладильные, комнаты, гиены, душ. Закуплена необходимая бытовая техника. В настоящее время первой очередной задачей является ремонт помещения, чтобы создать уютные условия и обеспечить безопасность проживающих. Запланируем в первую очередь ремонт, потому что здание досталось в очень таком плачевном состоянии. С 1 сентября оно у нас только, поэтому мы всеми силами и всеми средствами, которые имеет филиал, естественно, здесь все ремонтируем. Сейчас мы уже частично начали ремонт коридоров и дальше уже планируем непосредственно перейти в комнаты, в комнату отдыха для ребят создать, потому что там было видно и диван, и телевизор, все это имеется. Но уже на первоначальном этапе мы заменили котел водонагревательный. Здесь было на 50 литров. Мы приобрели новый котел на 150, заменили полностью электрические плитки, приобрели микроволновую печь, чайник. И вот сейчас в дальнейшем планируем приобрести холодильник на общую кухню. В общежитии 40 человек. Для поддержания порядка сформирован студенческий совет, разработанные правила проживания. В списке рейда Мелюзовский многопрофильный профессиональный колледж в селе Маячный. Это бывшее училище номер 100. Проживает здесь 23 человека. Половина из них на данный момент находится на практике, поэтому застали на месте немногих. Ребята показали комнаты, где проживают, кухню, где сами готовят. Видно, что проживающие строго следят за чистотой в общем доме. Везде порядок и уют. Артур Фадкулин учится на третьем курсе. В общежитии он избран старостой. Живем нормально. Условия отличные. Мероприятия проводятся. Живут три года здесь. А какие мероприятия у вас здесь проводятся? Поле чудес до этого был. КВН еще. Также и праздники проводим. На сцене много фотографий с культурно-массовых мероприятий. Они рассказывают о веселой студенческой жизни. Для желающих ежедневно работает и библиотека. Здесь студенты могут найти нужную для учебы книгу, взять художественную литературу или же почитать газеты и журналы. В студенческих общежитиях уровень безопасности, защищенности и комфорта несовершеннолетних зависит от многих факторов. В том числе от исполнения норм и правил поведения и проживания, условий надлежащего надзора. Рейд в очередной раз напомнил взрослым об ответственности за детей, а молодежи об их обязанностях. Призывная кампания сейчас в самом разгаре. Отправки с республиканского сборного пункта начались 20 октября. Руководство военного комиссариата отмечает, что престиж армии значительно вырос и сейчас нет недостатка в новобранцах. Нашей съемочной группе удалось побывать на республиканском сборном пункте и узнать, как ребята преодолевают последний рубеж между гражданской и военной жизнью, а также, что их ждет вне гражданки и к чему нужно быть готовым современной молодежи. С чего начинается армия? Армия не театр, хотя многие скажут, что есть что-то общее. Армия начинается с контрольно-пропускного пункта. А уже потом, как в театре, вешалки, но с обменом гражданской одежды на форменное обмундирование. Таинство перевоплощения вчерашних беззаботных парней в солдат происходит на сборном пункте. Здесь прозывникам в полном объеме выдают летнюю и зимнюю формы одежды, а также сумку для ношения формы. Получает он 17 наименований, начиная, вот видели, с белья и кончая, вот, куртка демисезонная, все полностью. В набор еще входит, кроме этого, кашне, ну, шарф, по-грубо говоря, носки, кепка, футболка дополнительно. Еще они получают, так называемый, насес, белье теплое в рюкзаке, в сумках вот этих баулок, тапочки казарные, ремни поясные, брючные, мыло, полотенце, крошка, лужка, ну, как все положено. Все это они имеют. Помимо этого, солдатам выдают армейский насесер. Многие спросят, что же это такое. По-другому ее называют мужская косметичка. Ведь личная гигиена в армии одна из главных составляющей. Я ее называю косметичкой. Там перечень 19 наименований, там все есть. Начиная от, ну, гелий всякие для ног, для рук, конча зубной пасты и ножницами, чипчиками. Предметы личной гигиены, качество и, самое главное, теплая военная форма на сумму более 14 тысяч рублей полагается каждому призывнику. Поэтому родителям не стоит переживать. Ребенок укомплектован. Но это еще не все. Прежде чем солдат начнет отдавать долг родине, родина должна снабдить его банковской картой. Куда ежемесячно будут перечислять по 2 тысячи рублей. Базовая ставка солдата по призыву. Двигайтесь дальше. Вадим вам выдает банковскую карточку. Пим-код запаян внутри конверта. Денег на карточке пока нет. Первое поступление денег будет числа 10 декабря. В ожидании отправки воинские части солдаты прибывают в казармы, где есть возможность зарядить телефон, а вместо комнаты для хранения оружия на призывном пункте имеются комнаты для верующих. Все прелести армейской пищи солдаты познают, конечно же, в столовой. Питание осуществляется со дня прибытия. Пищу готовит гражданский персонал. Рацион разнообразен. На каждого призывника ежедневно выделяется 250 грамм мяса. То есть 100 грамм мяса идет у него на завтрак, 150 грамм мяса идет в обед. Мясо в основном идет порционное, то есть кусковое. Два раза в неделю они едят пельмени. Вся штучка у них выдается им в индивидуальной упаковке. То есть три раза в день у них идет масло сливочное, которое тоже идет в индивидуальной упаковке по 15 грамм. Также они получают 4 раза в неделю молоко 200 грамм в индивидуальной упаковке в коробочках. Также сок в индивидуальной упаковке по 200 грамм они получают. На ужин у солдат идет рыба 120 грамм по норме питания. То есть все как бы у них идет в рамках госконтракта. Все это питание просчитано, то есть в соответствии с нормами. Чтобы солдату хватало на целый день. Призывники очень довольны. По их словам, еда вкусная, будто готовит мама. Более того, некоторые даже не доедают. Кормят хорошо, почти как дома. Весные продукты, то есть каждый день масло, каждый утром, в обед и даже на ужин. На завтрак давали кашу с сосисками, яйцо, кофе. Прикольно, классно. Кормят очень хорошо, даже иногда не доедаешь, потому что... Ой, переедаешься, потому что очень много... Ну, очень вкусно все. Все очень вкусно, все хорошо. В дорогу солдатам, а она может быть очень длинной. На сборном пункте обязательно выдаются сухие пайки. На сборном пункте перед призывниками регулярно выступают представители общественных объединений и основных религиозных конвессий республики, коллектива художественной самодеятельности, а также ветераны войны. Они не дают оскверни, унизить цену нашей победы, которая была в 45-м году. На республиканском сборном пункте новобранцы проводят, как правило, 2-3 дня. За это время парни узнают точное место будущей службы и знакомятся с покупателями. Так именуют представители воинских частей, которые забирают ребят на службу. В помещении сидят уже переодетые и готовые к отправке бойцы. Среди них и кумертаусцы. Их поезд отправляется в 12 часов вечера. Служить парни будут на Дальнем Востоке, в радиотехническом полку. Служить там неплохо, хорошо, климат благоприятный. Находимся на одной параллели, как и Сочи. Там тепло, зима мягкая, довольно-таки приятная. Ну, служить у нас тоже неплохо. У нас, как бы, часть напрямую подчиняется Москве. И, как бы, у нас показательная часть. Мы занимаем всегда по Дальнем Востоку там первые, вторые места. И, как бы, у нас с неуставными взаимоотношениями вообще дел никаких нет. У нас, как бы, все всегда отлично. Будущие солдаты травят анекдоты, рассказывают о планах на будущее. Кто-то планирует ослужить год и вернуться домой, чтобы получить высшее образование. А кто-то свяжет свою жизнь с профессиональной армией. На лицах ребят улыбки, но не всем удается спрятать свое волнение. Вообще прекрасный просто. Конечно, первый день был это тоскливо, честно говоря, а сейчас очень нормально. Даже выезжать неохотно. Служить всем надо. Все служили, я служить буду. Неплохо служится. Кормят хорошо, общаются тоже замечательно. Не гоняют особо сильно. И сегодня выезжаем уже в часть. Боязнь есть? Привет, привет. Да, всегда она присутствует. Как бы далеко от дома так. Особенно настолько далеко. Это еще ни разу не уезжал. Поэтому боязнь есть. Ну, она пропадет со временем. Поэтому все хорошо. Родителям в первую очередь. Чтобы не переживали. То, что все будет хорошо. Ну и здоровье самое главное. Парни еще немного дурачатся. Просят сфотографировать их на память. А уже ночью поездами в разные концы нашей родины к месту службы отправятся ребята. Прибывшее пополнение уже на месте приступит к изучению устава и военной дисциплины. Совершенствованию физической формы. В этот осенний призыв из республиканского сборного пункта в ряды вооруженных сил Российской Федерации будет отправлено порядка 6 тысяч человек. Из них 150 ребят из города Кумертал и Кургазинского района. Призыв в самом разгаре, который продлится до 15 декабря. Константин Меркушев, Амир Кедрасов, Сергей Николаев. Телекомпания «Арис». Продолжаем выпуск. В администрации города прошла встреча с публицистами и поэтами, посвященной 20-летию писательской организации. Глава администрации городского округа и члены Союза писателей республики поздравили виновников торжества, вручили им грамоты и подарки. Руководители учреждений, представители Союза писателей Башкортостана и молодые литераторы собрались за круглым столом для отчествования юбиляров. За время существования объединения в свет вышли 89 книг, в их числе 4 сборника «Акумертал». Глава администрации Борис Беляев отметил успешную творческую деятельность городских публицистов и поблагодарил их за вклад в литературное наследие. Благодаря вашему вкладу в нашем городе создана творческая среда для роста литературных талантов дальнейшего развития нашего литературного наследия. Спасибо вам за труд и за творчество. Здоровья вам и всех благ. На встрече за вклад в литературное творчество грамотами и подарками были награждены поэты и публицисты города и района, а также работники библиотек. Председатель писательской организации Кензигали Абдулин поздравил с юбилеем всех творческих деятелей и отметил, что литературное объединение «Кумертау» заслуженно считается одним из успешно развивающихся. Всем городом мы отмечаем этот праздник как городской праздник. И не только этот праздник, это не только писатели, это, я считаю, всего города, потому что это праздник и считателей. Главный редактор журнала «Учитель Башкортостана» Салават Каримов приехал из Уфы для того, чтобы поздравить писателей Кумертау. Он поблагодарил руководство города за активную поддержку писательской организации и литераторов за их творческий труд. Я еще раз хочу поблагодарить, спасибо сказать от имени Союза писателей Республики Башкортостан, от правления, от себя лично, как говорится, судьба связана с Кумертау. Мои оба сыновья здесь родились, они оба считают себя Кумертауцами, хотя они сегодня живут в Уфе, здравствуют в Уфе, как говорится. Вам большое спасибо. В нашем городе часто проводятся творческие программы, вечера поэзии и публицистики. Эти мероприятия писательская организация проводит в сотрудничестве с библиотечной системой. Директор Центральной библиотеки Альфия Шемеголова выразила огромную признательность всем публицистам за совместную работу. Мы вместе выполняем высочайшую миссию по продвижению книги, чтения среди населения, воспитанию духовности, патриотизма среди молодого поколения, по сохранению языка, культуры, традиций нашего многонационального Башкортостана. Писатели и поэты — это не просто наши социальные партнеры, это друзья наших библиотек. Они часто бывают в наших читальных залах, почти ежедневно, для того, чтобы обсудить написанные книги, поделиться своими произведениями, почитать их. Председатель Совета ветеранов Закир Акберов положительно отозвался о творческой деятельности в Содружестве с писательской организацией в течение многих лет. Также он обратился с просьбой к главе администрации о создании нового проекта для привлечения молодежи в литературное объединение. Многие города, районы имеют свою литературную премию. Не только литературную, литературу и искусство, премию в области литературы и искусства. Больших материальных затрат наверное требует один раз в год или один раз в два года. Но, однако, если бы создали, если бы учредили такую литературную премию в области литературы и искусства, было бы очень хорошо. Борис Беляев решил поддержать идею с созданием писательской премии и помочь в ее учреждении в ближайшем будущем. Начать это уже можно с 2017 года, либо если у нас есть возможности, силы и премия в этом году литературную премию наверное учредить. Но по времени до нового года успеем ли мы успеем, но в 2017 году нужно эти мероприятия провести. Мы найдем средства и давайте вместе посоветуемся с писательской организацией и учредим эту премию. Молодые писатели вслед за своими родителями активно публикуют свои произведения. Одну из них сказку, написанную Гузелией Алкинской, подарила главе администрации ее мама Шоулия Зулькарнаева Уроженко Кумертау. В завершение мероприятия все присутствующие были приглашены на литературно-музыкальный праздник в честь юбилея писательской организации в Дом культуры Рассвет. Ну и в продолжение. В честь юбилея писательской организации в Доме культуры Рассвет состоялся литературно-музыкальный праздник. На мероприятие собрались мастера слова города Кумертау и Кургазинского района, их коллеги из республики, а также истинные ценители литературы. На вечере вспоминали тех, кто стоял у истоков. Подводили итоги творческой деятельности за два десятилетия. Свой 20-летний юбилей отметила Кумертау писательская организация. Ровно столько лет жители города радуют своим творчеством созвездие талантливых поэтов и писателей. Сегодня они принимали поздравления на литературно-музыкальном празднике. На вечере вспомнили тех, кто стоял у истоков о творческом пути поэтов и писателей, об итогах работы за два десятилетия. За годы работы нашей писательской организации города Кумертау и Куриказинского района выпущено всего 89 книг. В том числе четыре сборника. Они, конечно, очень толстые, хорошие сборники. Там, в каком, значит, это 25, в другом 30 авторов. Старались мы, конечно, больше включать, чтобы никого не оставлять. И в том числе, значит, один справочник. Мы ввод литературы в 2015 году выпустили справочник писательской организации. Писательская организация Кумертау была создана в 1996 году на базе литературного объединения Кумертауцкие мелодии. Объединением руководил Салават Каримов. Ныне он является членом Союза писателей Республики Башкортостан, главным редактором и директором журнала «Учитель Башкортостана». Тогда он был заместителем редактора газеты «Путь Ильича». Сейчас Кумертауцкая организация единственное такого рода муниципальное объединение в республике, отмечает он. На муниципальном уровне у нас только в городе Кумертау организована. Пока на данный момент такая творческая организация. Спасибо администрации города Кумертау, спасибо администрации Куиргазинского района. Они вот два кита, скажем так, они здорово помогают. С образованием писательской организации работу возглавила поэтесса Зубаржат Янбердина. С 2001 года по сегодняшний день ответственным секретарем объединения является член Союза писателей Российской Федерации Республики Башкортостан Кендикалия Абдулин. С ним плечом к лечу все эти годы работают единомышленники, в их числе Закир Акберов. За годы творчества в издательстве Кита вышли в свет его девять произведений. Закир Насырович пишет на татарском языке. Именно на родном языке наиболее точно можно передать свои мысли, говорит он. Сегодня он поздравил коллег с юбилеем от имени Совета ветеранов. Параллельно с опытными мастерами слова первые уверенные шаги делает и молодежное творческое объединение «Клик». Писательская организация оказывает нам содействие не только духовное, но также оно помогает нам и делами. В скором времени у литературного клуба «Клик» выйдет альманах. И, соответственно, это все было при поддержке писательской организации, которая помогала, наставляла нас на какой-то путь, указывала на какие-то ошибки. И, соответственно, вместе с ними молодежь нашего города развивается и действует исключительно в правильном творческом направлении. В этот день хотелось бы им пожелать, конечно же, добра, счастья, здоровья. Ну и что еще нужно для творческих людей, это, конечно же, вдохновение. После издания книги писателей в первую очередь попадают в библиотеку. Так зачастую библиотекари являются первыми читателями и критиками произведений. У нас в писательской организации «Общие цели и задачи», говорит директор Централизованной библиотечной системы Альфия Шемегулова. Нас с ними связывают такие темы, как читатель, слово, книга. Мы часто встречаемся в наших библиотеках, проводим самые различные мероприятия. И это не случайно, потому что книга, вновь вышедшая в свет, сначала приходит к нам в библиотеку, и отсюда она начинает свой путь в жизнь. И от нас зависит, найдет ли эта книга своего истинного и преданного читателя. Еще раз вам успехов, вдохновения и как можно больше хороших книг. В этот день со сцены звучало много поздравлений. В зале Дома культуры «Рассвет» собрались писатели, поэты, ценители художественного слова, учащиеся школ. О вкладе писателей в культурную жизнь города говорила в своем обращении начальник управления культуры Татьяна Лихачева. Поскольку писательская организация объединяет мастеров пера города, Кумертау и Куиргодинского района, приехали поздравить и соседи. Мы по праву можем гордиться, что творческим ядром вашего коллектива является приятная талантливая поэта, прозаика и драматургова, явная самобытная мастера художественного слова, которая впитала и возрастила Татьяна Лихачевская земля. От всей души желаем вам победила здоровья, вдохновения, реализации новых творческих идей, успешных плодов горной работы, счастья вам, процветания, благоприятных перспектив. Глава, и стараться уважением, а хотят нашу стоп-меджу. Каждое поздравление сопровождалось творческими номерами артистов города Кумертау и Куиргодинского района. Кумертауста завидной регулярностью становятся победителями соревнований и фестивалей различного уровня. Так, на минувшей неделе в культурной столице состоялся Всероссийский фестиваль русского языка и литературы. Наш город на конкурсе представляла команда гимназии номер один. Кто стал победителем и какие впечатления привезли Кумертауста из Санкт-Петербурга, узнавал мой коллега Константин Меркушев. Пчелякова Мария, Паскакова Анна, Никонова Ангелина, Суслова Екатерина, Райзина Дарья, Зайцева Анна, Власова Анастасия, Закурдаева Юлия и Шеремет Екатерина. Мы все победители и призеры Олимпиад по русскому языку и литературе, по английскому языку, мировой художественной культуре, школьного, муниципального и республиканского уровня. Мы – будущее нашей страны. Мы – новое поколение. Учащиеся гимназии номер один стали победителями шестого Всероссийского фестиваля русского языка и литературы под названием «Язык культуры и творчества». Конкурс проходил в городе Санкт-Петербург с 8 по 12 ноября. Всего в конкурсе принимали участие 14 команд со всей России. Для учащихся нашей гимназии это первый конкурс такого большого масштаба. Вопреки поговорке, первый блинкомом сыграла другая, новичкам везет. На всероссийском уровне мы были впервые. И сложность-то еще была и в том, чтобы избежать скованности при выступлении, чтобы не допустить ошибок в речи при выступлении. Но ребята справились с этой задачей. Конечно, были слезы, было достаточно много нервных потрясений, потому что они вообще впервые выехали на такой уровень. Выступать на уровне города – это одно. Сложно, но это одно. Это твой город, это стены, которые помогают. А девчонкам приходилось работать по 12 часов, потому что фестиваль был устроен таким образом, что с 8 утра и до 22.00 дети были заняты. Каждый день был расписан по часам. В программе фестиваля были заявлены такие конкурсы, как Олимпиада филологической направленности, Олимпиада по английскому языку, конкурс эссе, посвященный Году кино, конкурс визиток, защита исследовательских работ и творческих проектов. Кроме этого, в программе фестиваля состоялся конкурс чтецов, посвященный творчеству Некрасова и Достоевского. Участница нашей команды Анна Зайцева в этом конкурсе стала победительницей, исполнив стихотворе Николая Некрасова «Три элегии». Все, чем мы в жизни дорожили, что было лучшего у нас, мы на один алтарь сложили, и этот пламень не угас. В нашей команде были и опытные участники. Так, например, Ангелина Никонова уже выступала на подобных фестивалях в городе Анапа. И опыт того участия, безусловно, пригодился команде гимназии. На первом фестивале нас учили лидерство, у нас проходило много тренингов и мастер-классов по поводу, как подниматься по ступеням правильно, идти к своей цели, как достичь именно ту цель, которую ты хочешь. В общей сложности наши девчонки завоевали 19 наград различной степени, а также дипломы и кубок. Но это не все. Самое главное, они получили огромный опыт, бурю эмоций и много приятных впечатлений как от фестиваля, так и от самого города Санкт-Петербург. Впечатления от поездки неизгладимые. Мы участвовали в фестивале русского языка, литературы. Команда была очень дружная, сплоченная, умная. Все очень старались и трудились, и, как можно заметить, эти старания даром не прошли. Я очень сильно переживала, особенно на исследовательской работе. От перемена климата у меня поднялась температура, и я засмеялась на исследовательской работе. Это был очень печальный мой опыт, и я очень долго над этим переживала и грустила. Петербург вызвал у меня очень бурю эмоций, и мне все понравилось. Это, несомненно, огромный опыт, который пригодится мне в будущем моей жизни. Данная победа не состоялась бы без руководителей наставника команды Татьяны Елусовой. Ведь именно она готовила к фестивалю девчонок. Безусловно, ее вклад в эту работу имеет большое значение. Огромную благодарность хочется выразить классному руководителю, учителю русского языка и литературы Елусовой Татьяне Николаевне. Без нее бы эта поездка не осуществилась. Она в нас вселяла уверенность, поддерживала нас все эти дни, была с нами, не давала раскисать. Мои ученики, думаю, что выступили не просто хорошо, а отлично. И мне, как учителю, вдвойне приятно, что я двигаюсь в правильном направлении, что могу дать знания, и этими знаниями ребята воспользуются в полной мере. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». С 2015 года в республике действует проект «Здоровое поколение, здоровый регион». Учащиеся первого класса шестой школы стали участниками этой программы сентября 2016 года. В рамках проекта на днях школу посетил двукратный паралимпийский чемпион Ильдар Помыкалов. Он провел классный час для ребят, рассказал им о самых интересных фактах и своей биографии, а также поделился главным секретом успеха, как ему удалось дважды победить на паралимпийских играх. Республиканский проект «Здоровое поколение, здоровый регион» действует с 2015 года и продолжит свое существование до 2027. То есть учащиеся первого А-класса будут в нем задействованы до 11. В программе проекта множество мероприятий республиканского масштаба и спортивные акции. Также ребят ждут встречи с российскими спортсменами. Один из них – знаменитый паралимпийский чемпион Ильдар Помыкалов накануне стал гостем школы. Звозь, стань! Смирать! Мы привезли вам в гости очень-очень большого, знаменитого, очень известного спортсмена Ильдара Валерьевича Помыкалова, двукратного паралимпийского чемпиона. Он занимается спортом легкой атлетикой. Спортсмен рассказал о себе, о том, что побудило его заниматься легкой атлетикой и каким образом ему удалось достичь таких высоких результатов в мировом спорте. Ильдар Помыкалов участвовал в пяти паралимпийских играх. Первые были мои в 96-м году, где была первая бронзовая медаль. Потом в 2000-м году, потом в 2004-м, это, как я говорил, в Китае, в Греции, в 2008-м, в Китае. И вот, заключительные мои паралимпийские игры были в Лондоне в 2019-м году. На нынешние паралимпийские игры в Бразилии я уже не готовился. То есть, после Лондона я уже сказал, что все. Я не способен просто ни физически, ни морально заставить себя бороться за медаль. Каждое крупное соревнование учили спортсмена быть сильнее и целеустремленнее. Кроме того, положительные эмоции после побед, по словам чемпиона, не сравнимы ни с чем. Когда он завоевывал свою первую золотую медаль, тренеры, конечно же, хотели поздравить воспитанника первыми. Но их не пускали на беговую дорожку. Я не мог подойти к ним минут пять, потому что мне вот дали полотенце после финиша, и у меня были слезы в пять. Я просто не мог успокоиться. Я вот полотенцем закрылся и ходил, как будто я должен отдышаться. На самом деле я практически плакал. Когда я уже немножко успокоились эмоции, только тогда я смог к ним подойти и уже по-мужски побрататься, принять поздравления. В завершении классного часа ребята смогли задать спортсмену свои вопросы. Интереснее всего им было узнать о том, в каких странах ему удалось побывать, участвуя в соревнованиях. Гость привез учащимся показать свои награды. Первоклассники увидели настоящие золотые медали с Паралимпийских игр, почувствовав и себя на мгновение чемпионами. На память о себе спортсмен оставил школе именной элитный номер со своим автографом, а учащиеся подарили ему футболку для тренировок с брендом нашего города. Мы вам дарим футболку с брендом нашего города БУБК по мисталам. Здорово. Вам на тренировке, чтобы у вас сопутствовало удальше, чтобы вы в нашей футболке обучали детей спорту. Ну и огромное вам спасибо. Спасибо вам большое. Вот могу сказать по поводу того, что когда я ездил на народные соревнования, я привозил оттуда, ну не специально, а так получалось, привозил оттуда кружки. То есть с каждой стороны я привозил по кружке, а потом постепенно мне домашние уже сказали, говорят, давай, теперь ты уже специально там кружки покупай и привози, чтобы было не в каких-то странах было. Вот в этой коллекции я присоединю как раз эту футболку и это будет она практически равно, что я побывал еще в какой-то стране. Кроме урока с чемпионом, коллеги Ильдара Помыкалова, приехавшие вместе с ним, приготовили для ребят интересную спортивную программу. Школьники прошли медицинскую диагностику. Специалисты измерили рост и вес учащихся оценили уровень здоровья с помощью компьютерной программы. Дети с удовольствием прошли необычные и интересные тесты на проверку зрительно-моторной реакции. А в спортивном зале ребята показали гостям, насколько они развиты физически. Будущим чемпионам предстояло выполнить несколько упражнений. Прыжки в длину, челночный бег, упражнения на гибкость и так далее. Напомним, все прошедшие здоровый регион. Программа направлена прежде всего на оздоровление молодого поколения как будущего страны. Все посвящено, вся цель это здоровый образ жизни, развитие спорта. Сейчас у них, у нас в школе идет 6 дополнительных часов физической культуры. Туда входит спортивная аэробика, плавание, шашки, армрестлинг, строевая подготовка. А потом уже идут виды спорта. Мы будем взаимодействовать с 5 класса, начиная со спортивными школами. С 10 планируется уже с высшими школами Олимпийского резерва. Школьникам очень понравился урок с чемпионом. Особенно интересными им показались истории из его детства. Еще мне запомнился, он рассказывал, что он шел, он когда был маленьким, был на соревнованиях и получилось так, что его потеряли. А когда он шел по снегу, он был маленьким, его не было заметно. Все испугались, что его потеряли. Все были вроде в финише, и он прибежал. Ильдар Помыкалов остался очень доволен тем, как в нашем городе активно развиваются многие виды спорта, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. В последние годы обращают внимание на спорт, на физкультуру, на здоровый образ жизни. Это очень важно, потому что это не только в масштабах страны, это для каждого человека важно. Это значит, он сам будет здоров, это значит, его семья будет здорова, так сказать, его дети будут здоровы, и в жизни будет все более-менее хорошо. Гульнас Филатова, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Продолжаем выпуск. В нашей стране каждый день праздник их большое количество и без напоминаний не запомнить всех торжеств. Так, 17 ноября в ДК «Рассвет» прошло мероприятие под названием «Празднуем ноябрь». Гостями стали жители пожилого возраста. Подробнее о необычной встрече расскажет мой коллега Константин Меркушев. 18 ноября в Дворце «Рассвет» состоялось мероприятие для жителей золотого возраста под названием «Празднуем ноябрь». Организатором является Дом культуры «Рассвет». В этот день состоялось праздничное мероприятие, пришли на которое представители старшего поколения граждан. Мы сегодня перевернули все страницы этого календаря, начиная от праздника Единства и закончили самым интересным праздником это, конечно, наш день День Матери. Но хотелось бы, конечно, много еще взять каких-то интересных дат, но пенсионеры пожилые, и поэтому, чтобы семьи не задержать, и как бы надолго они там не засиделись, чтобы в следующий раз пришли, все сделали очень компактно. По словам организаторов, основная цель данного мероприятия популяризация встреч именно для пожилых людей. Главное, привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста. И сегодня они пришли с полным правом наслаждаются великолепной встречей в их день, отчетливо понимая, да, их любят, их ценят, их уважают. А что может быть более желанной наградой тем, кто подарил любимому городу самое дорогое, что у него было юность, мечты, сердце. Главное собрать пенсионеров, людей пожилого возраста, потому что очень мало мероприятий для них проводится в нашем городе. И хотелось, чтобы это вошло уже в план полностью работы на все дальнейшие года, чтобы именно этот проект существовал в полном режиме. И тематические вечеринки, чтобы проводились в рассвете, и наши ретро-вечеринки, то есть, скажем, дискочечного стиля, они проводятся у нас в празднике в клубе, который находится у нас на ЖД вокзале. Мы там встречаемся два раза в месяц с ними. На мероприятии для зрителей выступили творческие коллективы Дома культуры Рассвет. Одна песня сменяет другую, один танец стремглав мчится за следующим. Аплодисменты не смолкают, для зрителей это, безусловно, приятное времяпровождение. Очень интересно, нам понравилось. Мы первый раз, я пенсионерка, мне 65 лет, тут мы рядышком живем, пришли просто пообщаться, посмотреть, очень понравилось. Детки выступали. Что вы почувствуете? Омоложение, молодость, чувствамика. После окончания мероприятия все гости поделились между собой своими впечатлениями и строили планы уже на будущие встречи. Константин Меркуша, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В свои 65 она остается обаятельной, активной и жизнерадостной. В Куергазинском районе чествовали поэта, переводчика и драматурга, заслуженного работника культуры Республики Башкортостан, члена Союза писателей БССР Тамару Ганиеву. Юбилею поэтессу посвятили целый ряд мероприятий. В этом году свой юбилей отметила Тамара Ганиева, одна из самых известных и ярких башкирских поэтесс. Тамара Ганиева родилась 20 июня 51 года в деревне Кензиваево Куергазинского района. В документах ее день рождения значится как 25 января, поэтому ее обычно поздравляют два раза в год. Но юбилейный год выдался особенным. Поздравление пришлось принимать и в ноябре. На днях ее 65-летию была посвящена районная научно-практическая конференция. Программа «Обширная». В первой части состоялся конкурс сельцов в Павловской средней школе. Почитатели поэзии показали все свои умения выразительного чтения. По условиям конкурса можно было представить произведение собственного сочинения либо стихи Тамары Ганиевой. Стихи звучали на разных языках. Вторая часть юбилейного торжества продолжилась в Кревле-Илишкинском сельском доме культуры. Здесь был запланирован час поэзии с Тамарой Ганиевой. Встретиться с писательницей собрались многочисленные гости. Односельчане, друзья, представители администрации. Поздравил знаменитую землячку глава района Ахат Кулахметов. Еще раз вам желаю крепкого здоровья на долгие годы. Или, как говорят народы, здоровья без лечения. Самое главное здоровье без лечения. Семейное счастье, благополучие. У вас прекрасная дочь, у вас прекрасный внук. Вы очень много внимания уделяете внуку Искандару, чтобы он никогда вас не забывал и не погибал. Творческих успехов и духовных сил пожелала юбиляру начальник отдела образования администрации района Лире Терегулова. Здоровья вам крепкого, жизненной энергии. Этой энергии можно позавидовать, Тамара Пань. Поэтому пусть вот в таком же энергичном, бодром, с таким же хорошим настроением вы будете жить и радовать нас с вами долгим, долгие-долгие годы. Дорогому человеку в этот день были посвящены самые добрые пожелания. С поздравлениями обратились к юбиляру глава Кривли Илющкинского сельского совета Игорь Ворошилов, близкая подруга Эльза Васильева, директор школы Софья Степанова, председатель местной писательской организации Кензигали Абдулин, Азад Хазрат и другие. С поздравлениями выступили учащиеся школы, а также самодетельные артисты района. Стихи и песни они подарили виновнику торжества. Тамара Ганеева поблагодарила гостей за теплые слова и педагогов за воспитание детей и привитие в них любовь к литературе. Я, Лира Рафаэльевна, все наши учителя района, а я вам верю, благодарна за то, что вы прививаете, учите красивому слову, слово, которое нас делает человеком. В этот же день состоялось награждение участников научно-практической конференции. Лучшие исследовательские работы о жизни и творчестве Тамары Ганеевой были оценены по достоинству. Победители получили из рук поэтессы почетные грамоты и памятные подарки. Что ж, это была последняя информация выпуска. Удачного начала новой рабочей недели и до встречи на телеканале АРИС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова